Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в итоговом совещании педагогических работников. Казанский университет посетила делегации Республики Беларусь. КФУ вошел в рейтинг лучших вузов мира РВУ. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в итоговом совещании педагогических работников в Камском Усте. На традиционном августовском совещании работников образования обсуждали, каким образом обеспечивать качество и сохранять педагогический состав в малокомплектных школах. Подробнее смотрите далее. 20 августа состоялось итоговое совещание педагогических работников Камско-Устинского района, на котором были обсуждены вопросы обеспечения качества и сохранности педагогических составов в малокомплектных школах. Отдельно были отмечены возможности Казанского университета в области помощи учителям. Особенно важным становится процесс переподготовки и повышения квалификации. Мы являемся одним из немногих высших учебных заведений, которые не только готовят одновременно учительские кадры, у нас примерно по направлению подготовки учителей обучается до 9 тысяч человек в год, но и в то же время мы занимаемся научно-исследовательской работой в этой области. Все ресурсы Казанского университета в области подготовки педагогов доступны сотрудникам школ Камского устья. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между вузом и районом. В соответствии с договоренностью представителями вуза активно оказывается методическая помощь учителям. Вот в Еламге мы продолжаем реализовать традиционные модели подготовки учительских кадров, когда люди знают, что они будут учителям. В Казани у нас действуют распределенные системы, когда учителя физики или другой предметной области готовят соответствующий институт. А методическую работу проводит институт образования и психологии. Отдельно обсудили подготовку педагогов, способных работать в полилингвальной образовательной среде. Сегодня университет реализует важную социальную миссию. Осуществляет подготовку учителей-предметников для школ с билингвальной системой. Создается вопрос, а вообще для чего университетов все это делает? Казалось бы, это не входит в нашу основную миссию. Задача одна, чтобы быстрее трансформировать те изменения, которые сегодня происходят в школьной среде, и адаптировать все эти изменения в первичную подготовку кадров на уровне даже бакалавриата. Валерия Муратова, Ленардо Влесьяров, Универньюс. В возрасте 92-х лет умер старейший преподаватель кафедры журналистики КФУ Андрей Роуд. Казанский университет скорбит вместе с коллегами, друзьями и семьей выдающегося профессора. На 92-м году жизни умер профессор кафедры журналистики КФУ, доктор филологических наук, основатель Казанской научной школы журналистики Андрей Александрович Роуд. Эта фамилия известна многим поколениям выпускников журфака Казанского университета. Роуд проработал на кафедре журналистики без малого 50 лет. Он ввел спецкурсы по публицистике, по ораторскому искусству, по стилистике. Я помню, что каждая его лекция была уроком ораторского мастерства. Великолепным был лектором. Любили за это и студенты. Запомнились его лекции по происшествии многих-многих десятилетий уже. И многие вспоминают именно лекции профессора Андрея Александровича Роуд. Так как он умел студентов воодушевить на изучение именно его предмета, его вот этих познаний в области журналистической публицистики. Но я думаю, что очень многие вещи, о которых он мечтал и о которых говорил, они сегодня реализуются и в области журналистской практики, у нас журналистское образование. Его учениками являются сотни известных российских журналистов. Также они составляют основу профессорско-преподавательского состава Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Вот таких людей, я думаю, вообще, вот еще раз повторяю мысль, наверное, в жизни, в истории бывает очень мало. И, естественно, это величайшая потеря, когда такие люди уходят. Но величайшее благо, что они оставляют за собой вот такой теплый, долгий след, который, я надеюсь, его ученики, соратники, последователи смогут сохранить, развивать дальше. Прощание с Андреем Роутом состоится 22 августа в 11.00 в ритуальном зале городской больницы номер 7. Лилия Талипова, Виолета Басова, Универ-Ньюс. Состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации Республики Беларусь. Руководство КФУ ознакомило гостей с богатой историей вуза. После чего состоялось обсуждение развития сотрудничества между сторонами. Об итогах встречи наш следующий сюжет. 21 августа КФУ посетила делегации Республики Беларусь во главе с ректором Белорусского государственного технологического университета. Гости традиционно посетили музей истории Казанского университета, после чего состоялась встреча с руководством вуза. У нас сегодня в гостях очень большая делегация, 17 человек из Беларуси. Это в основном технические вузы, поскольку они приехали на чемпионат мира по WildSkills. И они воспользовались моментом нашей коллегии-ректора, ведущих технологических университетов, чтобы Казанским университетам посмотреть, как можно наладить более конкретные связи. Они уже есть, там более 200 публикаций у нас за 5 лет с белорусскими учеными. А здесь уже в таком русле может создание технологического парка совместного. Проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов представил презентацию университета. Поведал о структуре вуза и основных направлениях деятельности. В ходе встречи сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества. Я знаю, что здесь все университеты, организации, тем более сотрудничество с Татарстаном давно развивается. И, конечно, все направления, которые вы предлагаете, они находятся на передовых позициях в общем-то и в мире. И, естественно, я думаю, что наши ученые с удовольствием будут поддерживать и начнут контакты с университетом. После встречи с руководством КФУ в программе визита делегации, посещение инженерного института и осмотр лабораторного комплекса Казанского университета. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Китайская компания Shanghai Ranking Consultancy опубликовала рейтинг 1000 лучших вузов мира. Академик ранкингов World University Казанский федеральный университет вошел в группу 801 900 всемирного рейтинга университетов, сохранив свои прошлогодние позиции. Китайская компания Shanghai Ranking Consultancy опубликовала рейтинг 1000 лучших вузов мира. Казанский федеральный университет вошел в группу 801 900 всемирного рейтинга университетов, академик ранкингов World University, сохранив свои прошлогодние позиции. Он имеет очень интересную специфику, то есть он оценивает само учреждение, скажем так, по тем научным результатам, которые имеют выпускники, и также по уровню международного признания сотрудников университетов. Это Абелевская, Нобелевская, Филсовская премия и прочее, прочее, прочее. Также среди значимых показателей в структуре этого рейтинга это количество опубликованных статей в Nature and Science. Это считается, что одни из наиболее цитируемых, известных и респектабельных научных учреждений, а также, скажем, объем статей и их цитирование. То есть это уже последние традиционные для нас показатели. Россию в рейтинге представляют 11 вузов, 9 из которых являются участниками проекта 5100. Особенность этого рейтинга, что можно исказить объективную картину. Каким образом? Если у меня хороший бюджет, то есть если меня финансируют, то в этом случае я могу привлечь для проведения исследований, для образовательного процесса соответствующих лауреатов, но я автоматически, моя позиция, она принципиально изменится. Хотя, ну, это понятно, что, например, в течение какого-то периода, если работают эти люди, серьезно изменить ситуацию в вузе, это достаточно сложно. Два наших конкурента вуза, то есть имеется в виду конкурента по программе 5 ТОП-100, это Томский политех и Санкт-Петербургский политех, это имени Петра Великого, очень, скажем, мощные и конкурентоспособные организации, они вообще в этом году выпали. Стоит отметить, что Казанский университет ориентируется не только на рейтинг ОРВУ. В июле этого года КФУ повысил свои позиции в одном из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Ranking, заняв 439-ю позицию. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok